Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Илья Николаевич Сёмин, член общественной палаты, директор Центра мониторинга развития промышленности. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Сегодня вы побывали на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николаем Любимовым. Это верно, да? И какие вопросы вы обсуждали, на что был направлен ваш диалог? Мы видим, что одним из важных приоритетов в Рио губернатора Николая Любимова сегодня – это поддержка развития промышленности, улучшение делового климата. Конечно, важнейшая часть этой деятельности – это, конечно, кадры для промышленности. Сегодня мы наблюдаем дефицит кадров. По нашим оценкам, 87% предприятий по стране в той или иной степени испытывают дефицит кадров. И вот мы, когда общались с ним на сочинском форуме, увидели, что он хочет эту проблему решать, он ее понимает. И поэтому сегодня мы обсуждали с ним, как можно ускорить решение этой проблемы, в том числе с помощью нашего нового проекта «Профстажировки». Но в целом мы договорились, что Рязань станет одним из пилотных регионов, где этот проект будет реализован, и мы вместе будем его реализовать здесь, в Рязани. Также договорились, что какие-то инициативы, если будут рождаться здесь у экспертов из Рязанского бизнес-сообщества, активистов Рязанского ОНФ, то мы их будем активно выносить на площадку в формате регулярных встреч с губернатором и, может быть, на федеральную площадку. Илья, вы координируете проект «Профстажировки», да? Расскажите о том, когда он был организован и зачем? Это очень молодой проект, ему чуть больше месяца. И мы, когда видим проблему, с одной стороны, нам промышленники говорят, нет кадров, дефицит кадров. С другой стороны, нам молодежь говорит, что есть безработица и тяжело найти работу, особенно молодым специалистам, которые только-только выпускаются. Выпускаются выпускники, студенты, потому что работодатели хотят видеть, в первую очередь, с опытом работы. И вот эта ниша была, она как бы не занята, и системного механизма как такового нет. Хотя раньше он, в принципе, был. Это механизм стажировок при дипломных практиках. Ведь это и есть, что такое, практика. Это первый опыт работы. И мы предложили этот проект как системное решение этого вопроса. То есть проект из себя представляет информационный ресурс, сайт, где размещают, где студент и выпускник любого технического учебного заведения может найти себе предприятие для прохождения при дипломной практике или стажировке фактически в любом регионе России по специальности, что важно. И мы фиксируем, что абсолютно большинство стажировок, размещенных на сайте сегодня, их больше 400 уже, это стажировки, которые в той или иной степени оплачиваются. Если это стажировка на предприятии из другого региона, многие начинают предлагать компенсацию проезда, проживания. И я думаю, что наш проект также будет приводить к увеличению трудовой мобильности между регионами. Но это заставит и студентов думать, мыслить, искать, наверное, то, куда им лучше отправиться. Это открывает им возможности для поиска направлений. Совершенно верно, вы правы. Студентам это дает больше возможностей. Если сейчас фактически возможности студента ограничиваются тем набором предложений, которые ему дают его родной вуз, то сегодня он открыл этот сайт и увидел объявления, которые размещены предприятиями, и он может выбирать из гораздо большего числа вариантов. Это наша задача – дать большее количество возможностей молодым людям. Точно так же я хотел бы заметить, что проект дает фактически равные возможности предприятиям. Потому что крупные предприятия, мы сегодня говорили об этом на круглом столе, они в состоянии часто заключать договор целевого обучения, дуального образования, и выбирают кадры себе. А маленькому предприятию, среднему предприятию тяжело на этом рынке найти. Он не может себе позволить большой штат юристов, кадровиков. Наш проект дает равные возможности для всех размеров предприятия. Вы знаете, что до этого тоже были сайты, на которых студенты искали себе и вакансии, и место для стажировки. Чем ваш ресурс отличается принципиально от подобных сайтов? Это хороший вопрос. Я бы выделил два ключевых фактора, которые, на мой взгляд, будут обославливать успех проекта. Во-первых, это авторитет Народного фронта, который выступает партнером. То есть, благодаря нему, конечно, в регионах уже сейчас начинают узнать. Еще до этапа презентации в Рязани уже больше, чем 800 студентов рязанских активизировались на сайте, зарегистрировались. Это очень серьезная цифра. Во-вторых, в качестве партнера технологического мы выбрали одну из лучших компаний, может, лучшего, это Суперджоп. И все возможности она предоставляет бесплатно. То есть, таким образом, мы этот проект сделали, фактически не затратив в него несколько денег, при этом имея лучшую технологическую основу. И вот в сумме вот эти два фактора, на мой взгляд, отличают его от всех остальных. Хотя все остальные, конечно, тоже имеют право на жизнь, и мы здесь выступаем тоже за разумную конкуренцию. То есть, чем больше у студентов возможностей, тем лучше. Ну, а вы не знаете, кто-нибудь уже нашел себе стажировку или работу там? Знаю. Мы уже начали получать письма с благодарностями. Ну, скажем, последнее письмо предприятия из Архангельской области написало, что они нашли специалиста по глубоководным работам из соседнего небольшого города, и они не могли его найти, такого специалиста, несколько месяцев, даже чуть больше года. Таких случаев у нас уже много. А может ли этот проект профстажировки быть полезен для уже состоявшихся специалистов с опытом работы 5-10 лет? Состоявшиеся специалисты, как правило, это люди, у которых уже есть работа. Если он специалист, то, скорее всего, за него несколько компаний уже будут конкурировать, потому что специалистов на рынке очень мало. И в его сферу ведения должно входить выращивание новых кадров. Вот мне кажется, если в том числе развитие института наставничества, мы, кстати, одним из результатов проекта видим такую реализацию плана по возрождению института наставничества в России. Мне кажется, это очень важно. Так вот, найти людей, для кого такой специалист будет наставником, этот проект позволит. Но ему не нужна стажировка, потому что он уже состоявшийся специалист с бэкграундом, и у него уже другие задачи перед ним стоят. Кадры – это ключевой вопрос развития промышленности, мне так кажется. И вот мою оценку что подтверждает? Мы много ездим по регионам, и успешные регионы, которые успешно привлекают иностранные инвестиции, где появляются современные заводы, они говорят, что когда к губернатору приходит инвестор, он первым вопросом ставит вопрос о кадрах. Нет кадров – нет завода. Они вот уже в таком ключе разговаривают. Поэтому решение кадрового дефицита в промышленности даст мощнейший революб для в целом развития промышленности. А вот скажите, какие, как вы думаете, в ближайшие 10 лет профессии будут наиболее востребованы? Вот сейчас молодежь задается этим вопросом, куда пойти, в какую сторону. Чтобы я посоветовал. Да, чтобы вы посоветовали, чтобы им комфортно дальше было жить, а они могли бы работать на благо развития страны. Я бы посоветовал обратить внимание на работу своих коллег из агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова, Роберта Уразова, которые сделали уникальный продукт «Справочник будущих профессий». И там описаны профессии, которые будут востребованы через 10, 20, 50 лет. Уникальные, на мой взгляд, разработки. И это как ориентир на долгосрочное выстраивание карьеры очень важно. При этом молодому человеку важно, конечно, сегодня зарплату получать, не через 10 лет, а прямо сегодня. Поэтому нужно, конечно, сочетать прогнозные сценарии, какие отрасли будут появляться, инженер робототехники, например, и те специальности, которые будут трансформированы в эти специальности, в том числе через ресурс профстажировок. Например, с помощью нашего ресурса инновационные фармацевтические компании находят к себе специалистов, которые бы, возможно, им было сложнее найти. Потому что традиционно принято считать, что промышленность – это вот такой человек у грязного станка, в том числе и в медицинской промышленности, он может в белом халате первоначально. Но сегодня многие предприятия – это высокотехнологичные, высокоразвитые, сложные машины, сложные системы. И в медицинской промышленности реально очень востребованы специалисты в сфере IT. Или люди, у которых есть сквозные компетенции и знания и в IT, и базовое медицинское образование, и они бы, может, даже не думали идти на эти специальности. С помощью нашего проекта они встречаются, работодатели, выпускник. А что же делать нашим школьникам, которые сейчас прямо сдают ЕГЭ? В дальнейшем у них могут быть ресурсы. Они, допустим, собирались вот уже в последние три года на юридическую специальность пойти, на экономическую. Кто-то действительно технические профессии для себя выбрал. Вот могут ли они промахнуться сейчас? Да, такой риск существует объективно. Компания Сбербанк объявила о том, что будет сокращать численность юристов, потому что юристов будут заменять роботы, которые будут, в общем, давать более точные ответы, анализируя big data, большой объем данных, исходящий из юридических законов. То же самое касается бухгалтеров, банкиров. Многие считают это умирающие профессии, потому что все будет в IT переведено. То есть реально эти риски существуют, что через 10 лет просто таких профессий быть не может. И вы задаете правильный вопрос. Сегодня выбор профессии – это ключевое событие в жизни любого человека, молодого. Я бы посоветовал таким людям внимательно изучить атлас будущих профессий, внимательно изучить прогнозный план профессий, который есть, кстати, в Рязанской области. Сегодня глава региона об этом говорил. И посмотреть, вот тот вуз, который они хотят поступить, та специальность, будет ли она востребована и оплачиваема даже через 5 лет. Ну вот это вот мы, по-моему, перешли уже к цифровой экономике. Частично. Частично. Расскажите, что это такое? Цифровая экономика – это, в общем, тренд. Это вектор того, куда в целом развивается в мире экономика. И очень отрадно, что президент поручил принять такую программу. Она активно разрабатывается. Действительно, многие процессы будут переведены в цифру, в алгоритмы, в какие-то информационные решения. И экономика действительно все больше становится цифровой. И в том числе промышленность. И в первую очередь даже промышленность. Сегодня многие предприятия роботизируются. И это объективный тренд. Кстати, это очень глубокий вопрос, на который в мире еще не найдено универсального ответа. В некоторых странах Европы, где ведется дискуссия о неком едином базовом доходе, который должны получать люди в свете роботизации. Ведь роботизация уменьшает действующее количество рабочих мест. Глава корпорации Microsoft предложил вообще подумать над тем, чтобы ввести налог на роботов. Потому что они не отчисляют, например, в пенсионные фонды отчисления. Не платят налоги. То есть на полном серьезе. Мы эту дискуссию, кстати, на сочинском форуме тоже ввели. Но, на мой взгляд, это серьезный повод тоже задуматься о профессиях. Потому что цифровизация экономики, безусловно, приведет к тому, что часть профессии отомрет, уйдет в прошлое. Но появится часть других профессий. И произойдет структурное изменение рынка труда. Структура занятости поменяется. И очень важно, чтобы система образования успевала за этими трендами. Чтобы учили тем специальностям, которые реально будут востребованы. Ну, скажите нам, куда всем? В IT идти, что ли? Нет, вовсе не обязательно. Но IT, вы поймите, это сквозной навык. Это сквозной навык, который будет требоваться всем. От юристов до операторов станков ЧПУ. Так что вот теперь будем знать, куда направлять своих детей. И вот расскажите, каким образом сейчас Рязань, если к профстажировкам вернуться, задействована в вашем проекте? И когда у нас состоялся дебют там? Мы сегодня, по сути, презентовали в Рязани этот проект. Сегодня мы призываем промышленное предприятие, кадровые службы активнее пользоваться этими возможностями. Размещать объявления и привлекать молодых специалистов, чтобы успеть лучших специалистов, выпускников рязанских технических учебных заведений привлечь к себе на предприятия, чтобы их не забрали предприятия из других регионов. Все предприятия хотят получать лучших специалистов. Поэтому мы ожидаем, что включатся большинство предприятий Рязани. И мы договорились, что через полгода мы приедем и подведем промежуточные итоги этого проекта. Сколько предприятий нашли молодых специалистов, сколько молодых специалистов получили приглашение на стажировку. Но предприятия могут постоянно подключаться, да? Конечно. Все это нужно для того, чтобы в Рязани также оставались кадры, которые здесь работали бы и развивали регион? Все это нужно для развития промышленности в Рязанской области и увеличения возможностей по трудоустройству для молодежи в Рязанской области. А только промышленные какие-то специальности там есть или что-то еще можно найти? Наш проект только про реальный сектор экономики. И там есть возможность выйти шире за проект через Уберджоп и поискать другие направления. Но мы сделали проект по наиболее востребованному направлению – кадры для промышленности. И мы бьем в эту точку, это для нас самое важное. Это здорово, я думаю, что все получится. Спасибо. Приезжайте к нам еще обязательно. Увидимся через полгода. Да, мы будем вас ждать. И надеюсь, что проект заработает очень хорошо. И действительно, молодежь найдет себе место под солнцем, а предприятия будут развиваться намного лучше. Спасибо за разговор. Спасибо. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова